Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы. Питер, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Только-только прибыли с делегацией нашей неправительственных структур, в том числе и фонда Виктора Пичука, который будет организовать в этом году традиционный украинский ланч. Об этом мы поговорим. И вот буквально пару минут назад мы зашли в этот отель, вы знаете. И просто единственное, скажу, друзья, у вас будут вопросы, знаю. Вот своим коллегой Тарасом Березовцом мы были здесь год назад, то есть за неделю до навалы, до вторжения Российской Федерации в Украину. И вы знаете, вот вся прошлогодняя конференция в Мюнхене ознаменовалась знамениями. Мы прибыли и просто выходим с Березовцом, и за аэропортом просто такая черная, черная, как пролитая, вот знаете, тушь пролитая, чернила. И на следующий день над Мюнхеном, где-то вдали от города, тем не менее, был огромный пожар, дым от которого распространился над всем городом. То есть один за другим знамения. Вот такая была прошлогодняя конференция. В этом году знамений не было подобных? Пока все приехали, уже было, знаете, ну то есть самое худшее, мы все, по крайней мере, ощущаем, что самое худшее уже позади. Уже год идет эта война. 59-я, друзья, эта конференция. Чем она будет интересна в этом году? Ну, новая метла. И вот посмотрим, будет ли она по-новому мести. Новый президент конференции. Кристофор Хойзгин, который заменяет бессменного Вольфлинга Ищенгера. И вот он будет презентован делегатом в этом году. А сегодня вот уже были некоторые встречи, некоторые публичные мероприятия. Даже старина Джордж Сорос успел выступить. Я, к сожалению, был в полете, не успел на него. А вот завтра уже начинается официальная часть. Петр, Российская Федерация говорила о том, что они будут устраивать какие-то митинги, какие-то акции. Но, очевидно, чтобы дестабилизировать ситуацию и как-то повлиять на общественное мнение. Видны ли проявления вот этой активности? Или пока еще только где-то там они прячутся? Пока еще нет. Но, учитывая, что вы знаете, какая громогласная и очень наглая российская диаспора в Германии, самая многочисленная и самая агрессивная. Я бы очень удивился, если бы чего-то такого, как вы сказали, выражаясь народным языком, они бы не замутили во время конференции. Ну и опять-таки, как вот сказал наш коллега, Евгений, да, если не ошибаюсь, я просто не вижу, сказал, что... Алексей, прости, Алексей. И действительно, тот факт, что в этом году не приглашена делегация Российской Федерации официально, и вместо специальной делегации будут Гарри Каспаров, будет Михаил Ходорковский, Жанна Немцова, дочка Немцова, и еще, если не ошибаюсь, пару Дмитрий Гудков, кстати, тоже мой приятель хороший, он тоже будет здесь. Разумеется, это очень серьезный такой, знаете, плевок в сторону российской дипломатии. Это не может не корежить Лаврова и компанию, поэтому, да, вполне можно ожидать каких-то фокусов со стороны российских агентов влияния в Германии. Питер, ну, в России все обсуждают операцию «Приемник», кого посадят на трон Путина, некоторые политики российские предлагают себя Западу в качестве тех людей, которые урегулируют ситуацию и с войной, и с трансфером власти. Вот сейчас в Мюнхене не демонстрируют ли всей этой клики путинской, с кем они готовы реально из россиян разговаривать? Кто для них является рукопожатным? Действительно демонстрируют. Это часть, очень важная часть этой политики. Цайт Мунденде, который огласил ровно год назад, ну, нет, чуть-чуть меньше, разумеется, буквально пару недель после российского вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольцайт Мунденде разворот, революционное для пацифистской Германии событие, и оно, разумеется, наверное, является одним из самых крупных российских поражений, поражений российской дипломатии в результате этого вторжения в Украину, кроме как потенциально, и я уверен, грядущее членство Финляндии и Швеции в НАТО, так это разворот Германии не просто в сторону Украины, а от России. Германия все эти годы путинского правления считалась Путиным главным союзником на западноевропейском направлении. Владимир Путин провел много времени, если помните, в ГДР владеет немецким языком, сумел скоррумпировать целый ряд немецких политиков, далеко ходить надо бывший канцлер Германии, Шрёдер и так далее. Миллиарды долларов были вложены в эту кампанию по формированию правильного, скажем так, отношения к России среди бизнес-кругов, населения, политиков и так далее. И вот сейчас мы видим, как потерпела крах эта стратегия. Ну и разумеется, чем ознаменались первые недели вторжения Российской Федерации в Украину, разрывом соглашения по Северному потоку-2. То есть все путинские расчеты, все путинские планы потерпели просто сокрушительное поражение. И Германия является, наверное, самым-самым ярким свидетельством его геополитического просчета. Питер, давайте еще о планах. Вот в МИД Украины назвали три приоритетные темы, которые Украина намерена продвигать на этой Мюнхенской конференции безопасности. Это поставка дальнобойных ракет и боевых самолетов в Украину, членство нашего государства в НАТО и будущее России. Скажите, пожалуйста, насколько эта конференция может стать площадкой для большого шага вперед, для, скажем, прорыва в этих вопросах? Друзья, опять-таки, Мюнхенская конференция по безопасности, она является площадкой для принятия исполнительных решений, то есть экзекутивных решений. Таким площадкой является заседание стран-частниц НАТО, как в Брюсселе была, или коалиция Рамштайн. Мюнхенская конференция все-таки это такой ток-шоп, агора, если провести греческую аналогию, где страны единодумств встречаются, чтобы судить насущные проблемы дня. Разумеется, Украина будет главной темой и вообще мироустройство в результате окончания войны в Украине. Как будет выглядеть мир? И вот, кстати, в докладе, который был опубликован перед этой конференцией, доклад, который писался именно представителями конференции, как раз и обозначается, что это идет действительно решающая борьба между демократическим укладом и авторитарным, тон, которого задает Китай в первую очередь, ну и как пачерица Китая, такая вот Россия на побегушках, менее важная, разумеется, составляющая в этом таком авторитарном интернационале, но неотъемлемая составляющая. Поэтому вот что обнадеживающее для всех нас в Украине, что Запад уже понимает, что эта война не просто Украины, России, это не война каких-то восточнославянских народов, разборки, скажем так, восточнославянских народов, а это именно борьба цивилизаций. То, что вот Сэмюэл Хантингтон в своей книге, вы помните, «Clash of civilization», то есть борьба, столкновение цивилизаций, собственно, так на это и посмотрел. И это видят западные партнеры, это то, что Украина, начиная с 2014 года, планомерно и при пятом президенте, и при нынешнем президенте пытается донести до всего мира, до западного сообщества, что ребята, мы воюем за ваши ценности, мы часть вашего мира. Это уже, как бы, сформулировано, это понято. Я бы не ожидал конкретных решений по истребителям сейчас, по танкам и так далее. Скорее всего, этого не будет. Но, разумеется, все, что сейчас будет обсуждаться на этой конференции, будет, разумеется, грунтом для дальнейших решений. Поэтому я просто бы предостерег бы от каких-то завышенных и нералистичных ожиданий, учитывая контекст этого форума. Питер, спасибо вам за этот разговор. И давайте сразу договоримся, что вы будете нашими ушами и глазами на Мюнхенской конференции. И нашим проводником для нас и для наших зрителей в наших следующих эфирах.